В Таджикистане ужесточили наказание за терроризм и экстремизм. Дело убитого российскими полицейскими у Марали Назарова закрыто. В России гражданин Таджикистана осужден за пост в одноклассниках. 19 октября 2016 года Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в Уголовный кодекс страны. Поправки предусматривают ужесточение ответственности за преступления, связанные с терроризмом. И в то же время поправки смягчают ответственность по налоговым преступлениям. Первый заместитель генпрокурора Таджикистана Хатам Назарзада отметил, что данные поправки направлены на ужесточение меры ответственности за преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом, госизменой, участием в рядах незаконных вооруженных формирований, оправданием терроризма и экстремизма посредством СМИ. Как отмечают наблюдатели, на сегодняшний день в Таджикистане все исламские движения и группы по умолчанию считаются террористическими или экстремистскими, независимо от рода их деятельности. Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту смерти гражданина Таджикистана, пятимесячного Умара Ли Назарова, который скончался в ночь на 14 октября 2015 года, после того, как малолетнего ребенка отобрали у матери сотрудники полиции под предлогом отсутствия регистрации на территории РФ у матери Умара Ли. В прошлом году было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка. На сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу 20 октября 2016 года появилось сообщение о том, что СКР не выявил признаки злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками полиции. И по этой причине ранее возбужденное уголовное дело будет закрыто. Действием силовиков была дана очень негативная оценка со стороны жителей России по причине очевидности вины убийц из правоохранительных органов. Однако даже общественного резонанса оказалось недостаточно, чтобы побудить российскую правоохранительную систему к непредвзятому рассмотрению данного уголовного дела и размыканию круговой поруки. Примечательно, что президент Таджикистана Рахмон непосредственно после инцидента публично заявил, что данное дело будет находиться под его личным контролем и виновные будут обязательно наказаны. Однако, как показало время, данное заявление было лишь очередным пустым обещанием. Сегодня Россия в очередной раз показала свое пренебрежительное отношение к ручному тирану Рахмону, зависимому от России из-за охраняющих его режим российских военных баз. Российский суд приговорил гражданина Таджикистана Халинова Фатеха к двум годам лишения свободы, признав его виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма». Как сообщает прокуратура региона, следствие установило, что Халинов Фатех, приехав в 2012 году в один из районов Владимирской области, получил вид на жительство и проживал на территории данной области. Став пользователем интернета, он создал страницу в соцсети «Одноклассники», где якобы разместил видеозапись с целью пропаганды терроризма. Согласно заключению экспертов, в указанном видеоматериале содержатся признаки призывов к физическому уничтожению немусульман, также сообщила прокуратура. Следует добавить, что за последние годы в России за публикации в социальных сетях были осуждены сотни как российских мусульман, так и иностранных граждан. Субтитры создавал DimaTorzok